Русские сказки Садовник украшал их маленькими колокольчиками Сад был таким огромным, что если окинуть его взглядом, было видно, что он граничит с лесом В том лесу протекала река, а возле нее стояло дерево, на котором жил соловей Он пел так чудесно, что все слышавшие его песни были очарованы Королевство стало так знаменито, что посмотреть его приезжали издалека О нем писали книги, и во всех них много говорилось про соловья и его песни Как-то раз одну из книг читал сам император Прочитав про соловья, он задумался Про какую птицу тут говорится? Я о ней никогда не слышал Он позвал своего советника Советник, про кого это я читаю? У нас есть птица по имени Соловей И она поет так чудесно, что ее считают самым прекрасным созданием в королевстве Почему мы раньше о ней не слышали? Ваше Величество, я ничего не знаю про такую птицу Ступай, найди ее и попроси вечером спеть для меня во дворце Как скажете, Ваше Величество Услышав приказ, советник бросился его исполнять И старых, и юных, и мужчин, и женщин он спрашивал всех, кого встретил Но никто о соловье не слышал Он вернулся к императору Ваше Величество, вполне возможно, что соловей просто плод воображения писателей И в действительности такой птицы не существует Нет, эту книгу прислал император Японии В ней не может быть неправды Хочу услышать пение соловья К вечеру доставь его ко мне Иначе будет наказано все королевство Советнику ничего не оставалось Он спрашивал про птицу у каждого встречного Наконец, он встретил маленькую девочку Соловей? Да, я его видела И слышала, как он поет Он живет у реки Послушай, если отведешь меня к нему Я тебя отблагодарю Обрадованный советник пошел с девочкой к лесу Отправив императору сообщение, что он нашел птицу Советник с девочкой пришли к месту, где обычно пел соловей Тот запел свою песню Девочка сказала Вот, видите, я говорила об этой птице Советник ее даже не услышал Он был очарован песней соловья Вы слышали? Люди забывают обо всем на свете, услышав его песню Я не слышал ничего приятнее Уверен, император будет безумно рад Мой прекрасный соловей, лети во дворец Император хочет послушать, как ты поешь Для меня честь, что император обратился ко мне Конечно, я прилечу Взяв соловья с собой, они направились во дворец Он был торжественно украшен и сиял великолепием Император сидел на своем троне Собралась вся знати придворная Специально для соловья поставили золотую стойку Соловей вспорхнул на нее и начал петь Его песня была столь чудесна, что растрогала императора до слез Повесьте на шею соловью мое золотое кольцо Нет, ваше величество, мне ничего не нужно Вам понравилась моя песня, вот моя награда Император приказал соловью оставаться во дворце Для него сделали золотую клетку Ему разрешили дважды вылетать днем и один раз ночью С ним выходили двенадцать стражников Привязав к шее красную ленту Соловей терпеть не мог так летать Это продолжалось много дней А однажды императору прислали коробку И на ней было вырезано слово «Соловей» Наверное, там новая книга, написанная про соловья Но в коробке была не книга В ней оказался соловей, украшенный бриллиантами и жемчугом И если его тянули за хвост, он пел, как настоящая птица На его шее висела ленточка с надписью Этот соловей императора Японии не сравнится с соловьем, принадлежавшим императору Китая Всем было приятно смотреть на искусственного соловья Какой подарок! Пусть они споют вместе для нас Двух соловьев заставили петь вместе Но их песня в дуэте была не такой приятной Ведь настоящий соловей пел, как ему хотелось А искусственный знал только песни, которые в него заложили Искусственный соловей не виноват Он поет лишь то, что в него заложили Затем оставили петь только искусственного соловья Его голос звучал совсем, как у настоящего А из-за сверкающих бриллиантов он выглядел роскошно Искусственный соловей спел много песен Спустя какое-то время император сказал, что хочет послушать живого соловья Куда подевался соловей? Кто-то видел, как он улетел? Почему никто не знает, куда он подевался? Похоже, он улетел из дворца Все во дворце были рады, что у них есть искусственный соловей И они слушали его снова и снова, наслаждаясь его песнями Этот соловей такой красивый! А как хорошо он поет! Увидев его, никто не скажет, что он искусственный Мы в восторге от подарка императора Японии Советник, организуй в субботу концерт Хочу, чтобы вся страна услышала прекрасные песни этого соловья Как пожелаете, ваше величество! На следующий день прошел концерт соловья Всем понравилось, но часть публики слышала пение настоящей птицы Он поет хорошо, но настоящий соловей лучше Когда он поет, песни трогают до слез Браво! Пение такое хорошее! Сколько бы ни слушал, а хочется слушать еще! Искусственного соловья оставили в палате императора Перед сном император слушал его песни И присвоил ему титул королевского певца Это звание было вышито на ленте, привязанной к шее птицы И теперь писали книги еще и про искусственного соловья Его слава разнеслась по всему миру Спустя год император и его придворные выучили одну из песен Как только соловей ее запевал, люди ее подхватывали Но однажды ночью, когда соловей пел императору Внутри него раздался звук, будто что-то сломалось Наутро император отправил его на ремонт часовщику Ваше Величество, я исследовал эту игрушку Она пела слишком часто и долго Пружинные механизмы внутри нее сломались И если я заменю их, она потеряет настройки С сожалению, должен сказать, больше она не сможет петь Услышав это, все королевство погрузилось в отчаяние Ведь соловей был источником развлечения для всех Прошло пять лет Император заболел, и ему становилось хуже с каждым днем Жители королевства молились за его здоровье Ваше Величество, вам нужно есть что-нибудь Что мне вам принести? Император не ответил Он слабел на глазах, и казалось, его уже не спасти Ему было трудно дышать Он не помнил ничего, кроме Ой, ой, мой прекрасный соловей Я же так чедро тебя наградил Не поступай так со мной Ой, ой Но соловей не пошевелился И в этот момент император услышал вдруг пение за окном Луч надежды и счастья озарил его лицо Потом императору показалось, что он увидел в окне смутные очертания птицы Он протер глаза и увидел, что в окно залетел настоящий соловей И запел песню Ты вернулся! Пой! Пой, мой прекрасный соловей! Соловей пел для него еще какое-то время Счастье императора росло с каждой нотой И казалось, что в нем вновь постепенно пробудилась жажда жизни Спасибо! Большое спасибо, мой прекрасный соловей! Почему ты меня покинул? Но сегодня, вернувшись, ты меня вернул к жизни Как мне тебя наградить? Ваше высочество, вы меня уже наградили Помню, когда я пел для вас в первый раз Вы были тронуты до слез А для артиста нет большей награды Соловей спел еще одну песню И, слушая ее, император уснул Глядя на него, казалось, что он сто лет так крепко не спал Наутро, когда император проснулся И сквозь окно светили лучи солнца Соловей подлетел к нему И император казался вполне здоровым Оставайся со мной навсегда, мой прекрасный соловей Пой только, когда сам захочешь того Я больше не буду тебя заставлять Нет, ваше величество, я не могу жить во дворце Когда мне захочется вас увидеть, я прилечу Я разобью гнездо поблизости И когда буду вам нужен, я прилечу и спою для вас Своими песнями я скажу все о королевстве Но вы должны мне пообещать Конечно, скажи мне, я дам все, что ты пожелаешь Вы никому не скажете, что я рассказываю вам о королевстве Хорошо, я согласен С этими словами соловей улетел И император понял, что нам не надо ловить и держать птиц в клетке У них тоже есть право жить, как они хотят Никому нельзя никого порабощать А птицам лучше всего летать на свободе И петь в лесах и полях Там их настоящий дом, а не во дворцах И не в четырех стенах людских домов Когда советник снова пришел на встречу с императором Он увидел, что тот не лежит в своей постели А стоит у окна и улыбается Советник бросился донести до всех благую весть И все королевство обрадовалось Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова